Эпоха варваров Эпоха варваров Эпоха варваров Действие происходит в том же мире, что и эпоха варваров Сразу после окончания четвертой великой войны Свет еще не оправился от потерь А тьма все еще населяет ее территорию Хоть и попряталась И дабы помочь немного своим подданным Бог справедливости Дин Находит человека, который запятнал свою честь В каких-то темных делишках Находит и наказывает отработать долг Помогая очищать города от скверны Естественно, тем самым проклятым Оказывается наш герой В начале игры создаем героя Пишем имя и выбираем один из доступных классов Воин, вор, маг, лучник, жрец и чародей Или же некромант Также в дополнение добавили охотника на демонов Каждый класс в своей основе Имеет три подкласса, в которых сможет развиваться Или же мы вольно создать гибрида Выбрав из любых классов два подкласса Это конечно меньше чем три Но зато в этом случае вполне можно создать И боевого мага, или же мага с задатками лекаря После сможем приступить к созиданию нового мира Условий не так много, но все они в корне меняют геймплей Помимо определения начального уровня монстров Мы сможем выбрать Будут ли монстры распавниться сами по себе Как часто на город будут нападать Будут ли монстры брать количеством или качеством Нужно ли заботиться о быте горожан И пожертвуем ли мы частью получаемого опыта В обмен на больше времени Которое будет даваться на выполнение некоторых квестов Как по мне условия установленные разработчиками по умолчанию Самые приемлемые и сбалансированы для удобной и интересной игры Из них я и буду строить свой обзор Единственное что я в них меняю Это мир со среднего на большой И от этого чтобы успевать в части квестов Жертвую опытом на дополнительное время Если вы играли в эпоху варваров То в игру вольетесь сразу По инвентарю, прокачке, графике и расположению иконок В ней фактически ничего не поменялось Кроме пожалуй самих навыков и героя Да и там из трех подклассов Если вы выбрали не гибрида Прокачивать вы будете скорее всего Только пассивные и два-три активных И одно атакующее А другие защитные Лекарские или вызов Просто монстров обладающих иммунитетом Какому-либо урону в игре нет Поэтому и нету смысла качать несколько стихийных атак При откате у навыков нет И ограничены они лишь маной И не было бы в проклятии Дина ничего примечательного Если бы не парочка его сюрпризов Мир игры представляет собой следующее На поверхности у нас находится город Где герой берет задания и торгует И имеется вход в подземелье Подземелье состоит из нескольких этажей В зависимости от выбранного размера мира И всегда случайно генерируемых локаций коридоров В общем почти как в первом Диабло По уровню бродят разнокалиберные монстры И чем глубже мы спускаемся Тем более высокого уровня они становятся Где то один левел на два этажа Стоят бочки сундуки где может находиться добро Также подземный комплекс переполнен всякими ловушками То применим магию где высокое содержание серы и все рванет То нечаянно в горячке боя снесем балку И на нас посыпятся камни То просто на какую либо пакость наступим Через некоторое время мы начнем понимать Что монстры не так пусты И имеют свои должности и карьерный рост И начиная с третьего пятого города В зависимости от размера мира Все становится на свои места Демелья населяют разные народности злых NPC Демоны, нежить, наги, темные эльфы Которые помимо игрока любят и друг дружку поколотить Почти всегда одна раса доминантна и имеет своего повелителя Который обычно живет на последнем этаже Как раз таки повелитель и будет появляться на третью пятую игру Он всегда один У него в подчинении находятся 2-4 генерала У них по несколько лейтенантов У тех сержантов, а у тех солдат Плюс бесчисленное количество просто миньонов Другие расы также могут иметь солдат, сержантов, лейтенантов и возможно генерала Вся эта шайка-лейка постоянно вырабатывает планы Как уничтожить город на поверхности Убить игрока и возвыситься перед начальством То есть повелителем А тот в свою очередь отдает приказы подчиненным И вот кто-то может начать строить демонический портал И призывать демонов И если игрок не поторопится То спустя некоторое время после окончания строительства Этаж будет прям кишить монстрами Кто-то построит генератор бурь И на поверхности настанет непогода И в землю начнут лупить молнии Или генератор землетрясений Который будет задрогать пещеры А то и вовсе соберет всех подконтрольных себе миньонов И нападет на город И игрок все это должен пресекать Чтобы не вернуться на пепелище Каждый из высокоуровневых монстрюк Имеет свою свиту И чем выше ранг, тем она больше Некоторые будут бродить возле него А некоторые следовать подземелье При этом если миньон того же орка Убьет 2-3 демона То сам сможет получить и ранг солдата И свою небольшую свиту С которой может опять-таки кого-то убить И подняться еще выше И получить еще больше свиты И какую-нибудь ауру Стоит помнить, что мобы все равно генерируются И рано или поздно обратно заселят этаж Кроме высших чинов Эти эксклюзив Но быстрее они это сделают Если на этаже остался кто-либо из офицеров Или же мы получили задание на убийство На этот самый уровень А так этаж может и около часа оставаться пустым Хотя тут больше от настроек зависит Города в игре также случайно генерируемы Как в плане местности Так и в плане населяющих их NPC Единственные кто точно будет присутствовать в городе Это бог Дин И три главных квестодателя Лекарь, староста и воевода А вот горожан или торговцев Может и не быть Хотя в любом случае Город поначалу будет представлять собой нечто удручающее Нищее голодное население Дискующее погибнуть от любого монстра И герой волен им немного помочь Во-первых дать денег При этом он спасет их от голода Правда со временем деньги у них закончатся И они могут попросить еще Во-вторых экипировать Тем самым дав им шанс самим себя защитить Но хороший шмот все же им зажирно будет А вот обычный самое то Ведь атаки на город может и вовсе не быть Или герой будет успевать на выручку В-третьих любой NPC может дать нам второстепенное задание И часть из них относится к усилению города То башню захотят построить и нужны будут ингредиенты То алтарь дающий городу бонусы Или еще что И выполняя такие задания Мы опять же повышаем шансы поселения на выживание Кстати в подземельях мы сможем находить и спасать еще население для города Плюс за любую работу помимо награды Мы получим репутацию у Дина Представляющую собой этакие очки опыта И когда репутация достигнет нового уровня Мы получим награду И чем выше уровень тем лучше подарок Не обошлось и без них Первый это графика Для меня это не основополагающий фактор Но назвать нужно Она отстает лет этак на 8 Второй рандом В дополнение его подправили Но иногда все же нам выдают задания Которые почти невозможно успеть выполнить И третий навыки Как уже говорилось часть из них почти бесполезна Проклятье Дина не отличается каким-то супер сюжетом Или умопомрачительной графикой Да и геймплей довольно однообразен Но что-то в ней есть Что заставляет нас спасать город за городом Собирать шмот и лут и помогать NPC Игра в первую очередь Притягивает свои атмосферы И довольно интересным Хотя и однообразным противником Который также применяет против нас Свои тактики Мое мнение Посмотреть на данную игру все же стоит Особенно тем кому нравился Титан Квест и второй Диабло К тому же разработчики готовят Новую игру в данном мире Но пока она в раннем доступе Поэтому выводы делать рано Но похоже будет что-то интересное На этом все Всем удачи и подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok